Сегодня отмечается день белорусского кино. Этот профессиональный праздник был установлен в 1994 году. Но сама история белорусского кино насчитывает более 9 десятилетий. 17 декабря 1924 года вышло постановление о кинопроизводстве в БССР. В тот же день было создано управление Белгоскино, а затем сняты первые хроникальные кадры. Как сегодня развивается белорусский кинематограф? Насколько конкурентоспособен и интересен зрителю? На эти вопросы в актуальном интервью ответил генеральный директор коммунального унитарного предприятия Гомель Киновидеопрокат Александр Лавриненко. Александр Леонидович, здравствуйте. Первым делом хочу вас поздравить с Днем Белорусского кино. Пожелать вам вдохновения, творческой энергии, удачи во всех делах. Ну и пускай, пожалуй, все ваши начинания заканчиваются только хэппи-эндами. Здравствуйте, Анна. Большое спасибо за поздравления. Итак, самые посещаемые фильмы этого года. Скажите, кто попал в рейтинг? Ну, у нас в этом году был поставлен новый рекорд. Впервые мы показали фильм, который достиг рубежа нынешними деньгами 200 тысяч динаминированных рублей. Это фильм «Пираты Карибского моря», пятая его часть, который посмотрело более 35 тысяч зрителей. Я хочу отметить, что впервые у нас в топ-10-1 по итогам 11 месяцев находится фильм, ну, скажем так, жанра триллер или ближе даже к фильмам ужасов. Это фильм «Онов». Все-таки картина не веселая. Белорусских фильмов в этом списке нет. Ну, я могу сказать, что белорусские фильмы, в принципе, они тоже востребованы. У нас очень неплохо прошел в этом году премьера киностудии «Беларусь фильм. Следы на воде». Я могу сказать, что фильм «Среды на воде» у нас посмотрело более 17 тысяч зрителей. Поэтому, в принципе, можно сказать, где-то в топе тоже и этот фильм находится. Ну, есть известные проблемы в белорусском фильме, мы знаем, и мы надеемся, что в скором времени все-таки эта разница нивелируется в связи с тем, что не далее, как в ноябре месяце, завершена реконструкция нашей национальной киностудии «Беларусь фильм». И поставлены очень амбициозные задачи. Ближайшая наша премьера, которую мы ожидаем в январе, это фильм нашего мэтра отечественного киноискусства Вячеслава Никифорова, художественного руководителя киностудии. Фильм называется «Тум Победум». Он рассказывает о судьбе, ну, скажем так, ребенка, который детдомовец, ну, и смысл, посыл, что у нас нет чужих детей. Состоялся на киностудии предпремьерный показ, наши коллеги и сотрудники выезжали туда, смотрели, говорят, очень достойная киноработа. Смотрите, фильмы достойные, все-таки зрителя, несмотря на это, меньше. Как вы считаете, что нужно сделать, чтобы белорусское кино стало еще более узнаваемым и интересным вот именно белорусскому зрителю? К сожалению, сегодня мы не можем располагать теми возможностями, в первую очередь, с точки зрения фильма продвижения, которыми располагают и голливудские, да даже те же российские фильмы. Когда бюджет маркетинговый сопоставим с бюджетом производства фильма. То есть речь идет о миллионах американских долларов. И поэтому сегодня у нас немножко не те возможности. Остается только брать качеством. И тут, понимаете, есть еще и эффект обратной связи. В этом году, когда летом демонстрировался фильм режиссера Игоря Синькова «Тень врага», он приезжал со своими коллегами, было три творческие встречи у нас состоялись. И я вижу, что для этого режиссера очень важно, он почувствовал во время встреч реальную отдачу от тех зрителей, на кого этот фильм был рассчитан. Когда ветераны войны подходят к молодому человеку и говорят спасибо за тот фильм, который вы сняли. И вы понимаете, чуть ли не слезы у ребят на глазах были тогда, потому что это было то самое действительно явление, что труп художника востребован. При всех тех минимальных, технических и прочих возможных. Вот вы упоминали о технических возможностях. Хотелось бы узнать, как в этом плане развивается сеть кинотеатров в Гомельской области? Ну я хочу сказать, что этот год отмечен для нас очень двумя важными проектами, которые нам удалось реализовать. То есть мы открыли два новых цифровых кинозала. Первый цифровой кинозал это первый в республике кинозал в Агрогородке, расположенный в Чирковичах, Светлогорского района, кинотеатр «Спутник». И вот буквально накануне праздника в городе Житковичи открылся обновленный после ремонта кинотеатр «Восход», в котором в том числе и есть цифровой кинозал. Кстати, кинотеатр просто, я могу сказать, потрясающий, потому что благодаря вниманию со стороны руководства области, именно и лично Владимира Андреевича Дворника, нам удалось получить такой уникальный в своем роде объект, который имеет два фактически кинозала. У меня последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вот в целом какие планы на будущий год? Может где-то еще появятся новые кинотеатры в Гомельской области? Да, конечно, у нас есть достаточно серьезные планы. У нас, у нашей команды, все работники кинопредприятий, в частности, мы видим задачу. Сейчас начали, приступило руководство кинотавра городского предприятия Гомельского. Значит, мы планируем в следующем году открыть, все-таки довести до конца ремонт в Малом зале кинотеатра имени Калинина. Вот, я не знаю, у нас есть определенные, будем надеяться, планы, которые нам удастся воплотить в отношении кинотеатра в городе Добруша, который сегодня есть. Мы работаем для зрителей, и мы дарим вот то самое волшебство кино, которое ориентировано для того, чтобы доставить людям удовольствие. Что ж, отличная точка нашей с вами беседы. Спасибо вам большое, что вы нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо большое за приглашение. Мы всегда рады общению с вами и с нашими зрителями.